Пожароопасный сезон Понятно, что дата плавающего зависит от погодных условий, но многолетние наблюдения показывают, обычно мы объявляем 13 апреля у нас. Хотя в текущем десятилетии самая ранняя дата открытия пожароопасного сезона была в 2014 году, мы 1 апреля его открыли, и самая поздняя в прошлом году, в 2017, 21 апреля. Сегодня 12 на уровне среднестатистических, скажем так. Все люди всегда удивляются, вроде как еще апрель, лужи, снег лежит в лесах, а уже пожароопасный период. Как так может быть вообще? Ну, к сожалению, действительно территория края большая, и где-то в северных районах еще лежит снег, а в южных уже вовсю горят степи, горят и леса. В том числе на вчерашний день нашей спутниковой системы, СДМ Лесхоз, было зафиксировано 6 термоточек на территории Алтайского края. — Термоточки — это пожары, да? — Да, термоточки — это пожары. Плюс в Михайловском районе уже выезжали пожарные автомобили на границу с Казахстаном, потому что была угроза перехода степного пожара с республики Казахстан. Но, в честь сказать, казахской стороны не справились и не допустили. — Сами, то есть, да, справились? — Да, сами. — То есть, с этим пожаром, а вот с остальными этими шестью точками тоже разобрались? — Да, конечно. Они вчера были ликвидированы. — Если сравнивать с прошлым годом, давайте вспомним, в прошлом году сколько было пожаров, какой ущерб был нанесен лесам? — В прошлом году на территории Алтайского края произошло 229 пожаров на площади 167 гектаров. Общий ущерб лесному фонду составил 2,9 миллиона рублей и плюс 2,1 миллиона — это были затраты на понесение, на тушение этих пожаров. — То есть, получается, да, 5 миллионов. — Огромные деньги, да? В общем-то, это приблизительно цифра в каждый год, ну, похоже, подобная или там, ну, плюс-минус, наверное, да, несколько? — Ну, надо сказать, что в прошлом году год более-менее был благоприятный по погодным условиям, поэтому показатель ниже средних. — Не жаркий год был, да, дождливый. — Да, обычно, обычно у нас эти суммы в 2-3 раза выше. — И, как я понимаю, в первую очередь, наверное, человеческий фактор, да? Вот сельхозпалы, костры, шашлыки и прочее-прочее. Либо разные причины все-таки, там, не знаю, природные условия, гроза и прочее. — Человеческий фактор по-прежнему остается одним из главных. Ну, нужно сказать, вот последовательная работа в плане профилактики, в плане привлечения к ответственности все-таки дает свои результаты. — В 2017 году только 38% у нас произошло по вине человека. Если взять 2016 год, было 58. Если еще дальше, в 2015 год, был 71. То есть идет постепенное снижение. Или сознательность нашего населения растет. В прошлом году еще, вы знаете, был год экологии, была, велась активная пропаганда. Все это, видимо, дало такие результаты. — Второй причиной — это все-таки грозовые разряды. 58% — это гроз. Это непредсказуемые пожары. Значит, бьют абсолютно в места, порой недоступные сразу для того, чтобы прошла техника. Но, тем не менее, высокий процент. — Ну, тем не менее, каждый год мы пишем и говорим, средства массовой информации, и вы тоже, что сельхозпалы — это просто беда буквально. — И тоже, насколько я знаю, мы каждый, в принципе, год с вами встречаемся. Вы проводите, по-моему, огромную работу с нашими районами, с администрациями районами по этому вопросу, да? — Ну, знаете, сельхозпалы, наверное, не совсем корректно это называть, потому что говорят не только земли сельхозное значение, это и земли запаса, земли иных категорий. Хотя есть и такие фербера, которые сегодня занимаются огневой очисткой своих пожневных остатков. Вот в прошлом году на территории края зафиксировано 1354 термоточки, на площади 124 тысячи гектар. В восьми случаях огонь вот с определенных территорий зашел к нам в лесной фонд. Значит, ну, как вот анализ пока, ты с года в год ситуация улучшается, мы все-таки ведем определенную работу, краевая администрация ведет определенную работу в этом направлении, и количество таких термоточек снижается. Плюс мы привлекаем к ответственности сегодня, законодательство нам позволяет, не виновника пожара, а вот владельца земли. Потому что виновника поймать очень тяжело, схватить за руку. А вот владелец земли, который не обеспечил нормальное состояние своих земель, и когда с него территория приходит к нам пожар, мы привлекаем к ответственности. В прошлом году на таких вот нерадивых хозяинах мы наложили в административных штрафах 1 миллион 750 тысяч рублей. Четыре виновника мы нашли, выявили и наложили вот такие штрафы. Штрафы огромные. Суд идет к вам навстречу, да, в этих вопросах, я так понимаю? Да, да, да. Поэтому судебная практика там работа, но мы работаем в этом направлении. Владимир Александрович, а вот сколько было в прошлом году задержано людей, которые, ну, костры жгут, вот я уже спрашивал, да, шашлыки, или здесь тоже сложно? Или все-таки были такие люди, но которые тоже вот... Это же тоже нарушение считается, да, вот в этот период костры разводить? Конечно. Нарушение правил пожарной безопасности, статья 8.32 административного кодекса. У нас постоянно работают патрули, причем патрули совместны с органами МЧС, с органами внутренних дел. Вот в прошлом году было задержано 402 нарушителя правил пожарной безопасности. Это много? Да, и довольно много, к сожалению. И на них наложены штрафы 7 миллионов 590 тысяч рублей. Это и юридически, и физически, и, конечно, частники, да, 7,5 миллионов рублей наложено от безопасности. Даже больше, получается, чем вот за участки зайти, да, то есть там миллионы... Да, но это 4, а здесь 400, да. Ну, я понимаю, ну, тем не менее, получается, в принципе, убытки они покрыли, то есть, да, мы с вами считали 5 миллионов, да, получается, то есть, а здесь 7 миллионов штрафы, да, да, да. То есть, так условно можно сказать. Вот такая арифметика. Ну, да, то есть, нет худа без добра, как говорится, да. А вообще, каким образом вот работает ваша система, просто интересно, даже вот мне, наверное, телезрителям, у вас своя команда каких-то пожарных, да, то есть там вот егеря помогают, может быть, вот бороться в этот период с пожарами, либо вы связываетесь, вот как вы говорили, с МЧС, да, и они приезжают, либо у вас своя служба там отдельная? У нас есть и своя служба, два автономных учреждения, которым выдается госзадание на пожароопасный период. Ну, конечно, огромную помощь оказывают арендаторы лесного фонда. Вот, если взять цифры, на 18-й год нам из федерального бюджета на тушение пожаров выделено 42 миллиона рублей. Фактически, эта цифра составляет порядка 200, мы тратим ежегодно, это все остальные средства арендаторов. Ежегодно мы заключаем с ними договора на тушение, они активно тушат, мы им, естественно, возмещаем все затраты. И, в принципе, этого достаточно? Или все-таки, ну, так, то есть, такая система, она работает, она помогает, да? Эта система сложилась на Алтае десятилетиями и, считаю, на сегодняшний момент она себя полностью оправдывает. Только вот совместная работа органов государственной власти, арендаторов позволяет удерживать ситуацию под контролем. Если говорить о нашем наступившем, да, сезоне, какие прогнозы? Будет жаркое лето? Все равно, я думаю, что у вас информация гораздо свежее и новее, чем у нас. Вот что ожидаете вы в этом сезоне? Я могу только краткосрочный, как бы сказать, потому что что будет летом, одному богу, как говорится, известно. Но вот апрель обещают более-менее в пожарном отношении нормальный, с осадками, а вот май сухой. Сухой и с повышенными температурами. Ну, а если судить по зиме, как правило, мало осадков зимой, мало осадков лета. Поэтому мы готовимся к напряженному пожароопасному сезону. — Опять же, если говорить о том, как вы готовитесь, я думаю, что какие-то у вас, то есть мероприятия тоже ежегодно, да, проводятся. Ну вот что, может быть, тоже расскажете нам? — Они традиционные у нас. Это, во-первых, традиционно-технические. Мы готовим технику, заключаем необходимые договора с сопредельными территориями, со смежными всеми организациями, которые задействованы в охране софт пожаров. Значит, и нормативная база. Готовим необходимую нормативную базу. Сводный план мы утвердили в Москве 5 марта досрочно. То есть о готовности. На сегодня можно сказать о готовности Алтайского края к тушению лесных пожаров. — Если вспомнить тоже предыдущие годы, помните этот страшный пожар, когда сгорела целая деревня, да, который пришел из Казахстана. Вот эта опасность, она каждый год, скажем так, существует? Или все-таки договоренности, может, какие-то в то время удалось заключить вам? И сейчас там, не знаю, то есть, может, контролируется более активно и со стороны Казахстана, и со стороны, может быть, нашей? — В договоренности мы заключаем договора с нашими сопредельными территориями ежегодно, ежегодно обновляем их. Значит, ситуацию мы у них знаем. Угроза, тем не менее, она остается постоянно. Но вот, к слову сказать, что мы ежегодно проводим совместные учения с казахской стороной, выезжаем туда, либо они приезжают на наши территории. И я должен отметить, что оснащенность техникой, людьми, значит, у них растет, у них повышается. То есть сегодня они, как бы, очень много внимания уделяют охранницам от пожаров и надеются, что таких эксцессов, как были в 2010 году, дай бог, чтобы не случилось. И тоже, опять же, каждый год мы по телевизору смотрим, что обычно Калифорния в Америке постоянно горит. Ну, потому что там пустыня, там всегда жарко, и пожары у них каждый год тоже происходят. И тоже с применением всевозможной техники. Вот у нас сегодня, каким образом? Там они из вертолетов тушат, и там какие-то у них новые машины в этом участвуют. У нас как вот с техникой? Есть возможность покупать? Или мы все по старинке, так сказать, это все производим? Смотрите, у них и уровень техники, конечно, высокий, но, тем не менее, они горят. Горят каждый год. От этого никто не застрахован. Страшная беда, конечно. Ну, ежегодно тоже обновляем парк техники в меру возможности. Арендаторы участвуют в этом процессе активно. Ну, стихия есть стихия, как говорится. И я не скажу, что у нас сегодня недостаток пожарной техники. У нас гораздо выше фактическая оснащенность, чем требуют того нормативы. Но, тем не менее, никто не застрахован. Потому что приходят такие моменты, складываются так обстоятельства, что происходят такие вот пожары, как в 2010 году. Стихия. Владимир Александрович, большое спасибо вам за вашу работу, такую важную, которую вы делаете. Удачи, здоровья, до новых встреч. Спасибо. Всего доброго. Я напоминаю, что у нас в гостях был начальник управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Александрович Черных. Спасибо за внимание, до встречи. Спасибо. Спасибо.